это первый пункт в наших шагах для достижения мастера продаж и в принципе с постановки цели всегда все начинается прежде чем получить какой-то результат нужно задаться целью и такая очевидная очевидность большая цель большие результаты маленькая цель маленькие результаты что это значит на практике мы наблюдаем что если человек не может поставить перед собой большую цель не может не поверить то что он приходит компанию ему достаточно зарабатывать 300 долларов чаще всего этот человек не зарабатывает эти 300 долларов потому что если у него такая маленькая цель то что он хочет зарабатывать 300 долларов в месяц ему больше ничего не нужно то у него по-другому работает представление каких результатов он добьется за какой период человек скорее всего будет думать не о бизнесе а о работе и то что ему нужна зарплата а не доход чтобы обеспечивать свою жизнь но здесь это так не работает чтобы добиться маленьких результатов сначала нужно поставить большую цель однозначно потому что когда у вас есть большая цель вы добьетесь этих маленьких результатов вы не можете добиться большой цели без достижения изначально маленьких результатов а потом уже дальше больше поэтому сразу нужно ставить большую цель максимально большую и большая цель перед вами раскроет вам вашу большую мечту жизненный сценарий было уже такое задание заполнить жизненный сценарий и заполнять жизненный сценарий нужно периодически жизненный сценарий представляет нам нашу идеальную жизнь как мы хотим жить какой вклад в общество мы хотим привносить что мы хотим для души для тела для семьи и это идеальная картина та жизнь которую вы хотите она будет давать вам силы когда у вас будут заканчиваться силы возможно когда вы упадете возможно когда споткнетесь и сложно будет встать мечта всегда подаст вам руку потому что нет смысла сидеть упали нужно встать идти дальше чтобы добиться своей мечты чтобы добиться большой цели нужно много падать и много расставать нет неважно сколько раз вы упадете самое главное чтобы вы вставали не меньше раз чем падаете и давайте поговорим о декомпозиции цели декомпозиция это разбивка другими словами цель без сроков это хотелка тоже не совсем цитата это моя мысль то что у цели должны быть сроки потому что если у нас есть цель мы говорим то что я хочу стать мастером продаж . это не цель это хотелка когда человек то говорит то я понимаю что у него скорее всего нет еще цели либо он неправильно выражается либо у него просто хочу есть внутри то что вот хорошо было бы быть мастером продаж и я вот прошу вас не быть хочу хами будьте делателями если у вас есть цель ставьте перед собой сроки я хочу стать мастером продаж за 6 месяцев или я стану мастером продаж за год обязательно должна быть цель для того чтобы поставить эти сроки конечно нужно понимание если вы не понимаете как все это работает если вы даже еще не начали работать не начали регистрировать то очень сложно говорить о том за какой срок вы реально сможете стать мастером продаж чаще всего я думаю человек может реально оценить сроки тогда когда он уже уже закрыл свой первый бинарный шаг и следующая мысль цель безответственности понимания это фантазия это продолжение этой темы потому что если вы поставили цель я стану мастером продажи за три месяца но вы не понимаете что для этого нужно то это не цель это фантазия если вы не берете ответственность за себя за свой бизнес за те результаты которых вы должны добиться за эти три месяца какую работу вы должны совершать ежедневно сколько семян вы должны посеять сегодня чтобы они успели прорасти через три месяца и дать результаты именно поэтому мы проходим обучение таким образом чтобы заложить этот фундамент чтобы у вас было понимание и очень важно друзья по ним вам запоминать и понимать что когда к вам будут приходить люди нужно правильно закладывать вот этот фундамент чтобы с вами партнеры оставались до самого конца люди сдаются исходя за дистанции чаще всего тогда когда у них не хватает понимания и они получают не те результаты на которые рассчитывают завышенное ожидание это чаще всего залог неудачи поэтому опускайте их с небес на землю пусть не фантазирует пусть понимают пусть берут ответственность и будут добиваться результатов давайте приведу пример декомпозиции цели например вы думаете я хочу стать империал мастером за 10 лет сразу сроки стоят пока это может быть похоже немножко на фантазию потому что человек еще не может понимать какой объем работы нужно совершить чтобы стать империал мастером но это большая цель и если он в нее верит то она имеет место быть фантазия чаще всего это тогда когда человек не большую цель вот такую ставит и не понимает а когда ставит маленькую цель перед собой вот мы сейчас дойдем до самой ближайшей цели и и не понимает смотрите если вы хотите стать империал мастером за 10 лет тогда скажем краун мастером ну за 8 лет тогда royal мастером за 6 лет стар мастером за четыре года мастером шаронской розы за два с половиной года бриллиантовым мастером за полтора года и мастер продаж за шесть месяцев в данной ситуации если человек не понимает что надо для мастера продаж и говорит что за 6 месяцев станет то эта фантазия но это не знаете что фантазировать плохо Фантазировать это нормально, потому что если нет понимания, это не значит, что нельзя ставить перед собой цели, но нужно разбираться. И когда вы ставите перед собой цель и разбиваете ее на промежуточные цели, это не конечный вариант вашего плана. Все это будет меняться. По тем результатам, которые вы будете получать, по вашим успехам, по вашим удачам, по тому, как будет развиваться ваш бизнес, по тем усилиям, которые вы будете вкладывать в него, ваш план, ваши цели будут меняться, сроки будут меняться. Потому что у вас будет все больше и больше понимания, и вы будете больше и лучше все это оценивать. Если вы мастером продаж, допустим, за 6 месяцев хотите стать, то, скорее всего, вам нужно в течение первых двух месяцев закрыть бинарный шаг. Сразу можно тут дописать. Мастер продаж за 6 месяцев. Это, получается, даже не ближайшая тогда цель будет. Если вы пока еще бинарный шаг не закрыли, тогда ближайшая цель будет закрыть бинарный шаг за 2 месяца. Если вы еще никого не зарегистрировали, то тогда, конечно, цель ближайшей будет не закрыть бинарный шаг, а зарегистрировать 100 человек, например. А потом уже закрывать бинарные шаги и так далее. То есть ставите перед собой, разбиваете цель на мелкие, и перед собой у вас должна быть ближайшая цель, которую вы будете добиваться. Вот сейчас, которую вы уже добиваетесь. Еще раз давайте к постановке цели. И как ставить цель? Ставим перед собой большую цель. Производим декомпозицию на промежуточные. Фокус внимания устанавливаем на ближайшей промежуточной цели. ПЦ – промежуточная цель. Составляем план действий. Что мы будем делать, чтобы добиться этой промежуточной цели? Держим в уме следующую промежуточную цель и не расслабляемся после достижения промежуточной цели, потому что это не наша конечная цель. У нас есть большая цель, к которой мы идем, и на пути мы будем вот эти промежуточные цели закрывать. Почему нельзя расслабляться? Потому что когда мы набираем обороты, у нас появляется какая-то скорость. Но если мы расслабимся, то нам заново нужно будет набирать эти обороты. Поэтому я рекомендую не расслабляться, пока вы не добьетесь этой большой цели. И здесь тоже не понимаете супербуквально. Вы не знаете, что в напряге нужно вообще жить теперь все время? Нет. Просто идти к цели. Понимать, что все, что вы делаете, каждый день, каждое действие, каждый вдох приближает вас к вашей цели. В моем понимании расслабление – это когда человек уже забывает о своей цели на некоторое время и просто существует, удовлетворяет потребности тела, скажем так. Нужно видеть всегда большую цель, всегда ее в уме держать и четко видеть перед собой, фокусировать внимание на ближайших целях. Пример составления плана. Что такое составление плана? В предыдущем слайде после промежуточной цели ближайшей было составление плана. Это план, как вы добьетесь этой цели. И здесь вот похожий чек-лист. Здесь на примере, если ваша ближайшая цель – стать мастером продаж за 6 месяцев. Что нужно делать? Вот каждый день я буду минимум обучаться 2-4 часа, рассказывать 20 людям о компании, продукции, бизнесе и регистрировать соответственно, создавать видение 20 людям. Так, давайте здесь сразу ошибочку я уберу. Создавать видение 20 людям – значит регистрировать 20 человек ежедневно, мотивировать на покупку, чтобы кто-нибудь купил. Не эти 20 человек, а в принципе кто-то, чтобы из вашей структуры что-то купил, что-то попробовал для себя. И общаться с партнерами около часа. Вот примерно такой план можно себе составить. Теперь, держать в уме следующую цель. Что это значит? Если ближайшая цель – стать мастером продаж за 6 месяцев, следующая цель – стать бриллиантовым мастером за полтора года. То есть нужно бриллиантовым мастером стать за год после достижения мастера продаж. Что нужно за этот год сделать? Найти, выявить, взрастить лидеров. То есть это не за год, это уже сейчас подготовительная работа идет. Пока вы выходите на мастера продаж, вы обращаете внимание на свою структуру. Кто может быть вашим лидером? Кто потенциальный лидер? Где вы можете найти этого лидера? Потому что лидеры – это очень важно. Где найти лидера – это вообще отдельная тема для разговора. Как выявить, как взрастить? Мы об этом отдельно еще пообщаемся. Обучать и обучаться – тоже очень важно. Обучаться самому и обучать других людей. Многие партнеры не хотят брать на себя ответственность, не хотят обучать людей, говоря то, что я не умею обучать. Но если ты не можешь чему-то обучить, то, скорее всего, ты сам в этом не разобрался. Если ты что-то хорошо понимаешь, ты всегда можешь это объяснить. Если ты не можешь это объяснить, значит, ты нехорошо это понимаешь. Поэтому нужно прикладывать больше усилий. Да, у всех получается по-разному обучать. И здесь, я думаю, дело больше не в таланте, а в практике, в понимании. Чем больше мы делаем одно и то же действие, тем лучше оно у нас получается. Далее. Помогать, помогать, еще раз помогать. Помогать своим партнерам. Всегда. Держать это всегда в уме, всегда в сердце. Зарегистрировать минимум тысячу человек за год. И дуплицировать. Дуплицировать своего спонсора, его действия, смотреть, что он умеет, что он узнает. И передавать все эти навыки своим партнерам. Чтобы у вас уже росли лидеры. Лидеров нужно взращивать не тогда, когда вы закроете мастера продаж, а как только появятся семена лидерские, как только появятся какие-то намеки вообще, что этот человек может быть лидером, что ему интересно. А как понять, интересно ему или нет? Ну, это видно. Когда появляется в команде человек, который задает вопросы, который активничает, и вы видите то, что он деляет этому время, что ему интересно. То стоит с этим человеком поработать поплотнее. И здесь, друзья, важно понимать, что многим партнерам иногда нужно долго искать, чтобы найти своего первого лидера. Кто-то только через год работы находит. У кого-то лидеры появляются сразу. У всех по-разному. Здесь не отчаивайтесь, если вы работаете полгода, и лидер еще не появился, то, скорее всего, нужно прилагать больше усилий, больше регистрации делать. Потому что в количестве все равно рождается качество. И советы для постановки цели. Первое. Ставить перед собой абсолютную цель. Что это значит? Это максимально большая цель, но в которую вы можете поверить. Если вы ставите цель, в которую вы не верите, это, я считаю, не суперэффективно. Но можно все равно. Например, вы не верите, что вы станете империал мастером. Можно поставить цель, я хочу стать империал мастером. Но если вы ее ставите и не верите в нее, вам нужно сделать все, чтобы поверить, чтобы разобраться. Либо убедиться на 100%, что вы сможете этого добиться, либо убедиться на 100%, что не сможете. То есть это нормально. Если у вас цель не империал мастер, это нормально. Не надо себя обманывать, нужно быть честным самим собой, ставьте перед собой реальные цели. Потому что здесь часто бывает такое, что аппетит приходит во время еды. Когда человек приходит, говорит, что ему достаточно 2000 долларов зарабатывать в месяц, потому что во все остальное он поверить не может. Но когда он закрывает бинарные шаги, когда приближается к мастеру продаж, он понимает, что 2000 долларов – это только начало. И этого мало. И уже думает, что 10000 долларов – это реальные деньги, на которые я смогу жить, как хочу. Но когда он уже приближается и к этой сумме, когда у него появляются лидеры, которые начинают зарабатывать, он понимает, что 10000 долларов – это мало. Много денег не бывает. Как сказал Барни Стинсон, деньги – это хорошо, деньги – это счастье. Это цитата. Разбить цель на промежуточные цели так, чтобы ближайшие две были максимально понятные и реальные. То есть у вас есть ваша большая цель – производить декомпозицию, разбивать ее на промежуточные цели таким образом, чтобы две ближайшие были для вас максимально понятные и реальные. Основывайтесь на том, где вы находитесь сегодня в компании, каких результатов вы уже добились, сколько у вас партнеров, сколько бинаров вы закрыли. Если у вас нет партнеров, если вы не закрыли бинары, соответственно, ваши две ближайшие цели – найти партнеров и закрыть бинар. Засыпать и просыпаться с ближайшей промежуточной целью в голове. Если вы не держите в уме и на сердце все время вашу промежуточную цель ближайшую, то значит, вы не очень сильно хотите ее добиться. То и большая цель вам не особо нужна, либо вы в нее не верите. Потому что если вы действительно чего-то хотите, вы будете думать об этом все время, и вам это будет сниться. И у вас просто не будет возможности для отговорки, что вы устали, что у вас не хватает сил, что вы слишком много работаете, слишком мало получаете. Если человек действительно чего-то хочет и понимает, что он это получит, что он может это получить, если будет совершать определенные действия, то этот человек добивается результатов. Это такой, не знаю, простой банальный секрет успешности. Никогда не забывайте о главной цели. Пусть фокус внимания и находится на главной цели, но вы всегда должны понимать, для чего все это делается. Что у вас есть большая главная цель впереди – стать империал-мастером. То есть я сейчас регистрирую, вот у меня цель стоит 100 человек в этом месте зарегистрировать, не для того, чтобы я хочу, чтобы просто было 100 человек. Я понимаю, чтобы добиться ранга империал-мастера, мне нужно начинать с того, что нужно строить структуру. Без структуры я не смогу добиться ничего. И 100 человек – хорошее начало, хороший такой фундамент моей структуры. Это только начало. Так, пересматривать цели и сроки по мере роста. Это то, о чем я уже сегодня говорил. Когда вы будете добиваться результатов или не добиваться их, когда вы будете расти и больше понимать, что к чему, ваши цели и сроки могут быть пересмотрены. Это тоже нормально. То, во что вы не верили, вы в это можете поверить. То, что казалось много, может показаться мало. То, что казалось легко, может показаться сложно. Бывает по-всякому. И пересматривать цели и сроки по мере роста – это нормально. Так, и давайте я приведу пример моей первой декомпозиции цели. В самом начале, кто уже был на занятии, по-моему, на прошлой неделе, да, я об этом рассказывал. То, что когда во всем более-менее разобрался, когда поверил, я поставил перед собой цели. И в моей голове в ту ночь вот примерно такие сроки и цели стояли. Добиться дохода более 50 тысяч долларов за 10 лет работы. Для меня это тогда было суперкруто. И я не скажу, что я на 100% в это верил, что я добьюсь этого. Но на 100% я верил, что это реально. И, наверное, на 90 с лишним, может быть, на 99% все-таки верил, что получится. 20 тысяч долларов за 5 лет работы. 10 тысяч долларов за 2 года работы. Мастер Шаронской розы. 2 тысячи долларов за полгода работы. Потому что жить на что-то нужно. И если я принимаю решение, что я бросаю все, чем я занимаюсь, то, соответственно, это будет наш единственный источник дохода. АМП в скобках – это автоматический мастер продаж. Я планировал закрывать минимум 2 раза мастера продаж в месяц. То есть закрывать мастера продаж постоянно, уже через полгода. С того момента, когда я принял это решение. И мастер продаж в следующем месяце. То есть это пример моей первой декомпозиции цели. На тот момент мы 3 месяца уже как были зарегистрированы. Был февраль 2019 года. Мы набрали около 500 тысяч личных PV. То есть мы для себя покупали продукцию. Вот за 3 месяца примерно столько набрали. Мы зарегистрировали около 50 человек. И закрыли один бинарный шаг. Бинарный шаг на самом деле закрыла МИКа на тот момент. Я достаточно мало усилий предложил для этого. Включился в работу уже после этого. И пример моего первого плана. Первое – не спать. Работать 40 часов в сутки. Как возможно работать 40 часов в сутки? Возможно, если ты работаешь не один. Если ты строишь свой бизнес не один. Мы строили бизнес с самого начала вместе с женой. Она еще раньше меня. И мы спали действительно первые месяца мало. Потому что спать не хотелось. И мне сложно сказать, что мы не высыпались. Я не чувствовал усталости. Был такой пик активности. Потому что это был такой кайф. Начинать все с нуля и понимать, что все, что ты делаешь, будет с тобой всю твою жизнь. Смотреть, слушать, познавать при любой возможности. Каким образом можно работать 20 часов в сутки? Потому что по-любому же нужно ходить в туалет. Час обычно мы где-то в сутки проводим в туалете. Нужно какими-то бытовыми вещами заниматься. Ребенком нужно заниматься. Выгуливать его несколько раз в день. Работа у нас разная. Даже если мы просто думаем, что мы можем сделать для структуры, я считаю, что это тоже работа. Потому что идеи просто так обычно не приходят. Это плод трудов, плод раздумий, плод поисков, анализов и познавания. Если мы ели, мы всегда ели на фоне обучающего контента. Мы заменили все видосы на YouTube, все просмотры сериалов именно обучающим контентом. Мы каждый день несколько часов смотрели и слушали очень много лекций лидерских. И тогда я понимал, что на русском языке материала очень мало. И все, что я находил на русском языке, практически все, мне не нравилось. И тогда вот как раз появилось понимание, что нужно свой контент создавать. Я слушал в основном либо на корейском, либо на английском языке. Уже лидеров, которые добились результатов. И очень много слушал по кангиле. Пересматривал одни и те же лекции. Потому что каждый раз, когда пересматриваешь, новое сознание приходит. Смотрел записи семинаров. Тоже смотрел, как композиция семинара состоит, из чего он состоит. Что, зачем идет. Потому что понимал, что в будущем мы сами тоже будем проводить эти семинары. Следующее. Дать всем знать об Атоме. Максимально всем. Всем, кто тебя знает. Просто прокричать на весь интернет, что мы с женой в Атоме. Мы в корейской сетевой компании. Чтобы все знали. И в случае чего, если кто-то проявит какой-то интерес, могли к нам обратиться. Далее. Рассказывать о компании, продукции, бизнесе ежедневно. Каким образом? Мы проводили эфиры ежедневно. Каждый день. Где-то три раза в Инстаграме и три раза в Зуме. Иногда четыре раза. Ну, фактически ежедневно у нас были различные эфиры. Мы рассказывали о бизнесе, о продукции, о компании. Отвечали на вопросы. В воскресенье у нас был, например, день ответов на вопросы. В понедельник у нас был день, когда мы про новинки рассказывали и про то, что мы попробовали новое. Во вторник, четверг работали с командой, кто появлялся уже. И в среду, пятницу тоже уже какие-то эфиры были, я уже не помню. Задача следующая – регистрировать минимум 20 человек в день. Весь февраль работать над увеличением потребительской сети. Добиться товарооборота более 600 тысяч групповых баллов. То есть закрыть два бинара минимум. И дарить каждому потребителю пробники разнообразной продукции. Вот эти три последние пункта, они идут вместе. Это было мое понимание, каким образом я смогу в марте закрыть мастеропродаж. Мастеропродаж в марте мы сможем закрыть, если у нас будут потребители. Без потребителей мы не сможем набрать товарооборот 2,5 миллиона баллов. Оценивая реально, в январе товарооборот был 300 тысяч баллов. И реально оценивая свои возможности, способности, то, что вместе с Микой мы сможем, скорее всего, приумножить этот товарооборот в два раза. И 600 тысяч для меня было реально такой цифрой. Если мы 600 тысяч сможем добиться за февраль, и если мы будем максимально увеличивать потребительскую сеть, если мы будем давать людям попробовать как можно больше продукции, чтобы человек, если заказывает что-то одно, он мог попробовать по чуть-чуть продукты из других категорий, чтобы у него было максимальное представление. То, что люди влюбляются в эту продукцию и заказывают больше. И в марте они будут заказывать еще больше. Все те люди, которые в январе-феврале делали заказы, мы их замотивируем сделать заказы, повторные в марте. Таким образом, товарооборот в марте будет точно уже гораздо больше. Помимо этого, мы будем привлекать больше людей. Мы не будем останавливаться и будем все больше людей приводить. И люди, которые уже попробовали, они приведут своих людей. Это такие банальные вещи сетевого маркетинга, как все это работает. И каким образом мы будем все это делать? Продолжать делать эфиры и создавать контент. То есть я видел, понимал, что контента на русском языке очень мало, то, что контент нужен. Вот мне было нужно найти какую-то информацию, я не мог ее найти. И если ты не можешь найти чего-то, если этого нет, то что нужно делать? Нужно делать, нужно сделать. Это тоже всем такой большой совет, особенно для стран, которые находятся на стадии предрегистрации. Да, сделать контент не так просто. Нужно самому разобраться, потому что все, что вы скажете в интернете, может быть использовано против вас. Если вы где-то будете неправы, что-то скажете не так, то к вам могут прикопаться. Ваш личный бренд может от этого пострадать. Поэтому обязательно нужно набраться экспертности, прежде чем создавать какой-то учебный контент. Если вы делаете на какую-то тему, то нужно в этой теме хорошо разбираться. Если вы что-то хорошо не понимаете, то лучше об этом не говорить. То есть очень много таких моментов, что создание контента – это непростая задача. Но это может потребоваться много времени. Но зато этот контент потом будет работать на вас всю жизнь. В особенности, если он качественный, если он грамотный. Если вы как живой человек рассказали, раскрыли тему в этом контенте. И если вы еще были первым, одним из первых, кто на этом рынке сделал это, на этом языке, то это будет просто золотой контент. И вся структура, все ваши партнеры будут его продвигать. И контент – и ваш личный бренд. Поэтому примите себя на заметку. Следующий элемент моего плана – в первой половине марта придержать все заказы. Потому что, чтобы стать мастером продаж, нужно, чтобы 2,5 миллиона баллов прошло в один период месяца. В одну половину месяца. Соответственно, если в марте люди начинают делать заказы, мы эти заказы придерживаем, начинаем их пробивать во второй половине марта. Почему это нормально, я считал? Потому что мы объявляем конкурсы и акции с 16 по 31 марта. Если человек делает какой-то заказ, мы ему говорим, я твой заказ пробью чуть позже, через недельку, но зато ты будешь в акции участвовать. Давай так. И 100% людей соглашались. Потому что ждать вместо 3 недель, подождать 4 недели, обычно для людей не супер критично. Это был мой план. На практике все получилось гораздо лучше и мощнее. Но тогда, в первые дни моей работы, примерно такой план я составил. И второе задание на сегодня. Постановка и декомпозиция целей. Составление плана на ближайшую промежуточную цель.